Здравствуйте дорогие друзья, с вами Валерий Балсыновский. Сегодня мы поговорим о атрибутах. Несколько видео я даю бесплатно, но по крайней мере плейлист Python.op профессионально. Там разные листы именно профессионально. Цель этого видео я буду объяснять Денису, парню, который очень так серьезно взялся. Цель показать, что на самом деле, ребята, вы ничего не знаете, ничего не изучили. Но при этом это будет занятие. Зачастую я очень эмоционально, сегодня я буду рассказывать спокойно. И мы скажу, что должны будем вынести две вещи. Мы их вынесем, там увидите, да? То есть по атрибутам, с чего начало надо. Ну, с чего начать. А сейчас вот я открыл, я российские ресурсы пока даже не открываю. Они будут переписки в основном с иностранных. Вы задаете себе вопрос, дальше поймете. Какой бы вы ни открыли учебник, любой абсолютно, вот я поискал, да? Везде идет ООП, как короткое какое-то представление. Даже когда открываешь там какие-то более серьезные учебники, везде идет несколько примеров. И все. Ладно. Закрываем. К чему я это говорил? Примерно 60% времени при изучении объектно-ориентированного программирования должны отдать атрибутам. Предвижу вопрос. А что ж там понимать? Ну что ж, давайте водить вас немножко в шок. Чтоб вы понимали, я покажу, где я этот джанг, да? И я открываю во вьюхе request-response. И вот здесь написано атрибуты. И дальше пошли атрибуты, да? Мы сейчас, мы, наша задача изучить в этом уроке, что такое атрибуты, но это чуть позже. Сначала давайте... Да, вроде понятно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, где они будут находиться? Учимся сразу работать с документацией. Вот написано библиотека Django HTTP. Переходим в код. Переходим в Django. Ищем библиотеку HTTP. Открываем request. И смотрим. Вот это вот атрибуты. То есть в данном случае то, что находится, вынет. Но хорошо. Оно так и есть, по сути дела. Да, должно быть. Давайте-то сделаем еще по-другому немножко. Я буду... Я себе тут забросал планчик. Так. Давайте посмотрим то, что мы открыли. И посмотрим сюда. Итак. Атрибуты. И смотрите, методы, да? Берем наш класс. Это класс RCTP request. Это, в принципе, с чего надо начинать учить Django. Да, обязательно. И пробегаемся. Да? Get, post, koki, meta, files. То есть вот это... Смотрите, самое интересное. Дальше. Мы здесь не видим... RAV, post, data. Да? Начинаем проматывать. Начинаем проматывать. Потом просто вводим... И находим вообще... Что это класс, да? Ну, не удивляйтесь, потому что это Django. Это уже высший пилотаж. Но, тем не менее, что бы я хотел, чтобы вы сейчас увидели. Смотрите. Патч мы нашли. Метод нашли, да? Get, post нашли. Koki нашли. Meta нашли. User. Странно, да? И сессии. User мы здесь не найдем. Почему? Потому что user это стандартная модель. И тут написано промежуточное ПО. Но, тем не менее... Тем не менее... Django разработчики к простым атрибутам отнесли целый класс, да? И сессии. И описали. Атрибуты для чейн. Дополнительные атрибуты могут быть добавлены, как Mildware, то есть промежуточное ПО. И определенные в настройках. Тогда у меня к вам вопрос. Ребята, так что же такое атрибуты? На него я не дам сегодня ответа. Будете думать. Пусть Денис думает. Он должен сам к этому прийти. Мы его приведем. Пока мы изучим немножко другое. То есть, вот один компонент. Вы задались вопросом, и об этом не знаете. Почему вот так? Это профессионализм высочайший. Дальше поехали. То есть, мы четко знаем, если мы откроем другой код. И посмотрим. Да, например. Это уже продукт ТОГО. Вот здесь есть на моем канале крутой Python. С один. Возможно, будет два. Я писал несколько уроков. Для чего? Для того, чтобы помочь ребятам поднять планку на высший пилотаж. То есть, мы видели профессиональный код. Это код ТОГО. Но чтобы писать какой-то профессиональный код, надо хотя бы на него посмотреть. И попытаться разобраться. Разобрались. А потом пришли к тому, что... Сейчас уже дальше скажу, что надо как-то подходить к этому. Хорошо. Продолжим. Где здесь взять такое, что... Применение методов. SelfElementsRemove. То есть, я вам не зря показал вот этот крутой код, чтобы вы посмотрели. Тогда вы будете понимать, о чем речь. Так что, посмотрите эти уроки. Они будут в описании, если не забудьте. Итак, Remove. Это атрибут. Ну, в данном случае, это стандартный метод множеств. То есть, удаление чего-то. Да, в данном случае, элементов окна. Я вас спрашиваю, это атрибут? Думайте. Ну, такой же пример строка 45 стога, да? Смотрим ее. То есть, добавление. Вот вроде бы метод. А, да. И вот добавление. Одно и то же. Нет, не одно и то же. Это метод, а это стандартный метод множества. Почему мы знаем, что это множество? Да потому что, вот оно написано, множество. Посмотрите все видео, поймете, да? То есть, элементы определяют множество. Если множество, значит, то есть, методов, применение методов. Ну, я вас спрашиваю, он записан как атрибут? Думайте. Что еще? Использование строка 64. Использование с магическими методами. Так. 64. А, ну это джанга. Я не туда зашел. А нам надо тога. 64. То есть, вот есть, да, магический метод. Мы их рассматривали. И уже идет применение ранее написанного метода, да? Это атрибут. Ребята, я вас спрашиваю. Далее. То есть, использование с магическими методами. Я бы еще мог сказать. Использование магических самих методов. И других вещей. Это атрибут. А теперь, ребята, это чуть-чуть, да? Ну, сколько вопросов. А ответов у вас у всех этих нет. А теперь давайте внимательно посмотрим. Значит, что это за класс. Я его добавлю. Сейчас вы посмотрите. Я сразу добавляю, да? Чтоб не забыть. Тога, да? Тога. Это TogaUp, да? Теперь внимательно смотрите. Любой метод в классе мы везде видим точки. Точки, точки, точки. Точки, точки. Берем Django. Я беру сложный клод. Точки. И везде видим точки. Ну, поняли, да? Правда, я показал вам. А теперь я хотел бы вам озвучить такую вещь. А вы не ленитесь. Понабирайте сейчас Python, ООП, уроки, изучение ООП, курс по ООП. Что вы увидите? На процентов 200 вы увидите, что вы проскальзнете по атрибутам. Но тогда вопрос. Знаете, я вам расскажу, как это выглядело бы проскальзывание это в жизни. Вспомните, бывает, лежите, ленитесь, а там надо, допустим, идти в магазин. Оп, хорошо, если бы я уже сходил и пришел. Да? Ну, есть такие ситуации, да? Когда хотелось бы, чтобы уже произошло, да? Там лень или там что-то. Тогда я вам задам простой вопрос. Если здесь все состоит практически из точек. И это и есть строительный материал. А вы не что изучаете в классах. Пробегаетесь там быстро, медленно. А если вот те вопросы, которые я даже вам озвучил, да, совершенно простые, и вы не нашли, допустим, быстро ответов, так это только так мелочи, да, такие. Скажите, пожалуйста, а как мы собираемся писать? На основе каких знаний мы собираемся писать? Что нам надо понимать? И здесь очень легко, легко. На многих абсолютно курсах эти атрибуты пробегают. Я не знаю причину. Но я вам скажу такое. Неверное изучение. Короткое, вскользь, поверхностное. Это, по сути дела, нарушение причины следствия. Выпадают напрочь понимание, логика. И дальше что получается? Дальше получается метод научного тыка. С последующим возвратом к азам. Ну, с того, что надо начинать было. И вот эти все годы мы не пишем. Мы не пишем. Совершенно простой пример. Это я себе мысли, когда приходят, им надо сбрасывать. Вот, смотрите, винить никого нельзя. Новички не знают, как правило. Денис, вот, он начал писать, прекрасно знает функции. Я задал Денису вопрос. Конкретно, работаем с атрибутами. Твой план. Смотрите. Так. Вот что он сделал. Он атрибуты проскочил. Почему? А они не видны. Непонятно с чего начать. Начал с документации, продолжил с методами, выборочно потыкал наиболее актуальные. Про те, что придал значение, просто прочитал. Наиболее, как мне кажется, будет эффективно разбирать джанго нарезу с использованием фреймворка. А вопрос был, Денис, составь план по атрибуту. И все было неплохо, джанго нарезу с фреймворк. В общем-то, понесло. И все. То есть, что Денис здесь написал. Я не знаю, зачем мне эти атрибуты. И все. Потому что непонятно. Вторая попытка. Добрый день. Окей. Почитаю после работы. Вот что я думаю, когда работаю с классом. Экземпляр класса, он же объект, который создается вне класса на основе того, имеет ли класс те или иные параметры. То есть, что нужно передать именно как атрибут, метод, и нет, который передают через сельф. В прошлой работе я посмотрел, потыкал на методы. То есть, класс может быть вызван так-то, так-то. Что касается методов, это и есть некие действия, которые должен совершить экземпляр. И так далее. Создал экземпляр, передал атрибуты, обратился к методам, создал пять экземпляров. Да, все правильно. И опять все мимо. Опять все мимо. На третий раз уже добрались, по крайней мере, к тому, чего надо. Что такое атрибут? Это кусок данных, связанный с объектом, может быть переменной, метод объекта, который может получить доступ через точку. Вот это мы будем сегодня наше дело изучить как раз. Какие атрибуты бывают классы? И так далее. Да, мы не полезем сейчас в эти дебри. Вот даже я рассматривал сейчас с вами в начале. Дальше. Атрибуты экземпляра, атрибуты определяются в методе init. Да? Но ведь, Денис, только что в начале урока вы увидели, что джанго-разработчики, джанго-разработчики в своем, в своем классе HTTPR и R-Quest определили еще два атрибута, которые являются целыми классами. Понимаете? Смотрите. То есть, да, вроде вы пишете правильно, а в жизни все круче. А перед этим я Денису дал почитать конкретно то, что писал Гвидовам Россум. Да? То есть основатели языка. Мы сейчас с вами тоже на это обратим внимание. Ведь не зря же он обратил внимание на это. Я сейчас пару секунд объясню ребятам, которые только начали смотреть. Да, что я хотел сказать. Да, новичков интересует. Да? Есть две лучших методики обучения программированию. Вот Денис сейчас эту методику проходит. Это в группе, тот, кто занимается, в группе это бесплата, да, кто пришел в школу и занимается серьезно, то есть активно работает, я направляю. Есть еще более крутая методика, это индивидуальный подход, когда все намного глубже, да, ну, и там и цена другая. А это общий, оплатил доступ к сайту, получаешь доступ к урокам, просто можешь заниматься. Даже если повторять за Денисом эти уроки, да, ну, делать самому, то писать будете, и писать будете круто. Потому что взялись за ООП профессионально. Эти уроки находятся сейчас, скоро изменится морда портала, поэтому ориентируйтесь только по ссылкам сейчас, да, то есть, допустим, разработка по этому ООП. И там пошли потихонечку. Несколько видео я делаю бесплатно, да, но все в ключе того, что Денис сам должен прийти. Вот на своем опыте, на своем коде, тогда это есть личный опыт, и это самое лучшее обучение, другого лучшего нет. То есть, преподаватель Бусуновский в данном случае выступает в роли только навигатора, да. Куда идти, и зачем, и почему именно так. Теперь еще один хотел бы сказать новым ребятам, что вход в классы – это функции. В школе мы много говорили о функциях, вы часто слышите, кто смотрел уроки. То есть, функции, параметры функции уже отлетают, потому что мы не можем себе позволить на данном этапе сосредотачиваться на том, что содержит в себе функция, метод, да. То есть, эта логика должна уже отлетать и понятно, а наше дело на самих строительных кирпичиках, вот этих атрибутах, да. Но прежде чем начать, дальше еще рассматривать, давайте сделаем так. Перейдем на сайт Python. Да, Денис, еще одно тебе подкидываем. Понимаешь, если бы мы зашли сегодня там в C++, то не буду уже сейчас заходить, да. Там очень большой отдел атрибутам посвящен. Ну, я не повинился, зашел. Я не зря это говорю, потому что методика взята на тот момент в C++, в часть, да, только реализована по-другому. То есть, если вы зайдете на сайт C++, просто ради интереса почитать о атрибутах, да, то там вы найдете очень много об этом. И совершенно не то, что вы увидите в Python. Некоторые говорят, что атрибут это свойство, но весь есть и в Python конкретно property вернуть атрибут свойство, да. То есть, уже, а теперь я вас спрашиваю, а что значит вернуть атрибут свойство? А где использовать? А чем отличается от атрибута? А, ребят, смотрите. Ну, ведь это просто. Это, на самом деле, это целая... Вот в киви, я заметил, используется вот эта вот методика повсеместно. Давайте посмотрим. Сейчас придем, придем к тому, что надо, ребята. Давайте посмотрим. Я не зря сказал про киви, потому что там то размер окна устанавливается, то, что делать. То есть, действительно, там это используется. Но сейчас я еще покажу. Ну, вот смотрите, читайте. Про определение управляемого атрибута. Мы еще с вами не знаем, что такое атрибуты. Мы только догадываемся. И тут смотрите, сколько. Ну, не будем пока. Пока просто я вам озвучил, что есть атрибут, что есть свойства, как отдельно выделенные в Python. И, по сути дела, посмотрите сюда. Здесь банально просто все. Self-X нет. Принцип действия банально простой. Мы берем некую переменную, любую абсолютно, которая нам надо. И пишем, что ее нет. Это в будущем мы собираемся ее использовать. Например, как метод. В данном случае, вот ниже написан метод. GetX. Да? Получить X. Где идет возврат этого значения. То есть, замысел поняли. Да? Когда используется свойство. Ну, на вопрос, что ответили. Атрибут это не атрибут. Пока дальше не пойдем здесь. Так. Так первое, что нам, ребята, надо сделать. Вот этот учебник писал Гвада Вин Россом. Да? Ван... Гвида Ван Россом. Раньше тут была его фамилия. Просто сейчас сделали учебник, который подправляется. Да? Но лет 10 назад он подправлял этот учебник. То есть, основные мысли остались. Ну и давайте мы сначала возьмем такую вещь. Вот здесь 9.2. А это мы находимся, ребята, в классах в учебнике. Да? 9.2. Мы сначала прочитаем. Между прочим, я использую атрибут слова для любого имени, следующего за точкой. Для, например, выражения Z-real. Реал является атрибутом. Да? То есть, то, что после точки является атрибутом объекта Z. Строго говоря, ссылка на имени в модулях атрибутивными ссылками. Дальше мы не полезем, потому что мы сейчас не будем лезть в пространство имен и понимать, значит, одно оно или нет, потому что это сейчас нам недоступно. Но единственное, первое, с чего нам надо начать, что все, что есть после точки, является атрибутом. Вот теперь сразу же, моментально у нас становится на место одна прекрасная вещь. Мы открываем теперь 9.3.2. И вот тут становим на место. Объекты класса поддерживают два вида операций. Ссылка на атрибут создания экземпляра. Но ведь давайте теперь посмотрим действительно. Давайте возьмем, скопируем пример прямо с документацией. Итак, значит, с чего нам надо начать, а вот с того, с чего мы и начинаем. Первое определение, к которому мы пришли. Что такое для нас атрибут? Дальше уже будем делить, нарабатывать и так далее. Что берем себе за правило, что для нас атрибут? Я не зря вам сказал, посмотрите C++, потому что Гвидован Росом, да, отталкивался от модулы и C++ на тот момент. В C++ там не все так просто. Я здесь немного написал, но давайте, вот мы сейчас отработали этот класс, давайте выведем первое правило, спокойно выведем. Итак, правило, которое мы хотим вывести, звучит так. Еще раз повторим, я просто отвлекался, выключался. А потом попробуем еще по-другому посмотреть, да. Правило звучит так. Объекты класса поддерживают два вида операций, ссылка на атрибут, создание экземпляра. Берем тот наш класс, myClass, создаем экземпляр. Пока мы считаем, что мы не знаем, только догадываемся, что такое экземпляр. По сути дела, это обычная переменная, да. myClass, и теперь еще сделаем два таких действия. Вот у нас есть переменная i, вот у нас есть, как мы видим, функция, но так как присутствует self и это в классе, значит это метод класса, да. То есть и метод. Мы берем совершенно простые действия, myClassE, и myClassF. Отлично. Я не зря так вывел, надо было по-другому, но пока хватит. Ребят, а теперь смотрите, полная картина уже сложилась. Создание экземпляра, по сути дела, это переменная класса. Мы создали экземпляр, создали переменную, которой присвоили значение класса. Учитывая, что могут быть новички, давайте рассмотрим сразу практический пример на Django. Открываем документацию, открываем field types, типы полей. Иными словами, берем поле chartField. Самое простое, каждый писал запись в блог, каждый заполнял заголовок. То есть вот класс chartField, это малое текстовое поле, в котором мы определяем параметр maxLect. Раньше был обязательный, сейчас нонная, да. Ну, по сути дела, допустим, количество символов 20. Потому что если не укажете, человек заголовок вобьет 4000 символов. И так далее. Есть класс. Потом мы открываем уже сам фреймворк. Откроем файл моделей. И видим, что происходит абсолютно то же самое, что мы написали. Так как мы брали chartField, то есть есть title, это наше поле будет называться для базы данных. Но в то же время это является переменной. То есть переменная в данном случае использует класс chartField, который находится в папке моделей. И дальше настройки полей, да. MaxLect там 200 символов. И дальше я сейчас не буду объяснять. Экземпляров класса мы можем делать хоть 100, хоть 200. То есть используется, да, сколько хочешь. Вполне понятно и вполне классно. И даже здесь мы видим, что атрибуты, да. Уже в данном случае chartField класс пишется как атрибут. Ведь мы с вами вывели. Уловили. Теперь возвращаемся к нашим баранам дальше. Итак, получается. А больше ничего и не нужно. Все остальное в экземпляре класса, да, будет вызываться через точку. То есть как атрибут. Значит нам достаточно действительно всего два вида операций. Создание экземпляра и ссылки на атрибут. Ребят, сложно? Нет, не сложно. А теперь у нас появляется... Ну давайте разберем еще вещи. Сколько здесь вылазит у нас? Давайте его сделаем вот так еще. MyClassF, да, посмотрим, что будет. Hello World вывела. Но вы здесь ничего не видите. А у нас, Денис, это я вам объясняю. Когда вы будете проходить Django, просто будет именно формы. Именно Django формы. Запомните это, да, пометьте. Там будет связанный метод. Просто-напросто там bound мы будем проходить. Иными словами, я сейчас... Зачем вам это говорю? Потому что вот на эту вещь никогда не обращают внимания. Да, то есть то, что выплывает. А ведь это тоже относится к атрибутам. Сейчас я вернусь, ребята. А теперь я у вас спрашиваю. Вы понимаете разницу между тем, что рассказать, как построить дом, ну сказать, например. А ну ты знаешь, там взять кирпичи или блоки, положить, вырыть там сначала вырыть фундамент, положить, потом кирпичи, блоки, пол, там все построили. Вот именно так происходит обучение на большинстве курсов. Рассказали, а потом что происходит? Пришли в код, а что внутри творится мы, не бэ, не мэ. Ведь нам рассказали, ну ты знаешь, класс же, это что? Ну вот на следовании, вот то, то, то. А строить то как? Так, а давайте попробуем по-другому, вот как у Бовсуновского, да? А теперь я вам по-другому расскажу. Смотрите, тут написано, вот строительство дома, документы, правильно, работа с документацией, расположение и так далее. А дальше мы приходим, да? Пропускаем вот это все, из чего? Это уже более профессионально. Сейчас, секунду. Вот. А дальше роем котлован. Вот бери лопату, пошли рыть. Роем, да? Потом чем-то заливаем. Ну, я не строитель, я просто говорю. Дошли до кирпичей, пошли мешать раствор, вот цемент, вот раствор, пошли класть каждый кирпичик. А кирпичики не похожи вам на атрибуты? Именно. Я поэтому вас спросил, понимаете разницу между тем, что сказать, как построить дом, обучение, ну что там, сложил-сложил. И другое. А давай-ка строить дом. То есть изучать атрибуты. И давай сегодня ложить каждый кирпичик. Это атрибут. Потому что у окна кирпичи, где оконный район, будет по одному ложиться. На углу будет по-другому ложиться. То есть это и есть работа атрибутов. Именно кладка кирпичей. Тогда вы научитесь строить дом по-настоящему. Проблема в том, что абсолютное большинство материалов просто вот атрибуты и все. А я вам сказал, что ребята, а вы посмотрите со стороны атрибутов. Если мы хотим ответить себе на вопрос, чтобы мы научились вот этот контент заполнять, вот этот код писать, то, наверное, надо понять, что там писать, как к этому подойти. Первый шаг мы сделали. Правильный, да, с вами сейчас. То есть разобрали две простые вещи, которые являются уже и законченными вещами. Что класс поддерживает объекты класса. Два вида операций. Создание экземпляра и ссылка на атрибут. То есть когда появляется точка, появляется и дальше ставится какой-то атрибут класса, в данном случае переменная и метод, появляется и сама ссылка на этот атрибут. А вот он как раз и этот адрес, да, памяти. И вот здесь я возвращаюсь назад. Денис, опять только в виде вопроса. Я не хочу давать ответ. Я вам привел, что когда будете проходить джанго, вы обратите внимание, в форумах мы изучаем метод boon, то есть там будет объяснение, какое. Форма есть, да, есть форма. Открыли, вот как там, логин, пароль, ну вообще любую форму, статью писать. оказывается, есть формы связанные или не связанные. Так вот, там положен тот же принцип, что положено здесь в классах. Поэтому есть же, у вас будет выводиться либо связанный метод, либо не связанный, да, в данном случае метод myclassf, связанный метод, и что это означает, а вот будете выяснять. А теперь давайте попробуем пойти дальше. Ну, давайте. Итак, про строительство дома поняли, да, а потом сами думайте, где вы учитесь, если у вас там за одно занятие вы изучили атрибуты, то вопрос, а как вы собираетесь, грубо говоря, писать? Никак, ребята. Поэтому давайте следующий пункт заполнять. Написать определение. Где он пишет. Только мы сейчас вот это перенесем сюда. Сейчас, секундочку, ребята. А вот это Escape DD. Эй, неужели я немножко не то нажал, ребята? Ну, ладно. Бывает такое. про дом вы помните, что говорили про строительство дома. Следующее определение. Это слова создателя языка. Я использую атрибут слова для любого следующего за точкой. То есть это то, чего он придерживается. отлично. Следующее. А вот давайте-ка откроем глоссарий и прочитаем. То есть сразу работаем, как вы поняли, с документацией. и здесь у нас сразу выплывает несколько вещей. значение. значение. это немаловажно. значение. То есть в данном случае в данном случае обратите внимание. В данном случае ведь и у нас переменная, оно в любом случае имеет память, то есть может иметь значение, в данном случае имеет. и метод он что-то может возвращать, в данном случае hello world. значение, связанное с объектом, на который обычно ссылаются по имени. То есть здесь тоже у нас очень понятно. мы ссылаемся на переменную и именно по имени, да? Дальше следующее. Имя, которое не является идентификатором так, это я вперед немножко, используя точечное выражение, иными словами точку. Например, если объект о имеет атрибут, то это будет оа. в документации вы часто найдете такие обозначения в Python, их много, внизу пишется, когда, то есть имя, допустим, то есть когда в документации объясняется, смотрите, здесь написано, допустим, zreal, да? То в документации вы увидите такие вещи, что z допустим, в данном случае а, то есть z это имеет атрибут, да? То есть будет просто а, это надо знать. И сразу у нас выплывает другая вещь, а классы, о, если мы сейчас затронули экземпляр, то есть же еще и класс, по сути дела, это мы говорим о том, а могли бы мы работать вот как Жанга напрямую с классом, а нет, потому что это совершенно разные пространства имен, но я заброшу чуть-чуть вам удочку, давайте-ка мы кое-что посмотрим, кое-что посмотрим, вот здесь, 94-я строка, это Django Request, 94-я, мы видим метод DeepCopy, да, но при этом идет метод, метод, да, Z, Set и Get, да, то есть работы с классом, но я коротко скажу, чтобы вы поняли, у нас выплывает при работе с атрибутами еще одна тема, хорошо, мы работаем с экземплярами класса, да, а что же можно делать с классом, да вот, пожалуйста, можно, оказывается, что здесь в данном случае к коде говорится, если вы посмотрите магический метод DeepCopy, то он вам будет говорить следующее, копирование глубокое, иными словами, как это объяснить, ну, например, смотрите, сейчас объясню просто, сейчас, сейчас, сейчас придумаю, ага, понял, как объяснить, а вот смотрите, ведь его мы использовать не будем, он будет влиять на что? На работу атрибутов класса, а вот о чем здесь говорится, есть копирование поверхностное, иными словами, только сама операция, да, ну, вот так, например, как мы здесь делали, сама операция, которая выводит, выводит, допустим, метод F, да, просто выводит, возвращает hello world, да, а когда мы ставим deep copy, то он залезет туда, где этот hello world образуется, и это называется уже глубокое копирование, зачем это нужно, а то, чтобы было все тютелька в тютельку, иными словами, когда будет отрабатывать атрибут, то обязательно будет прочитан метод deep копии, да, и будет проверена не только операция, которая вывода hello world, а операция так, как образуется этот hello world, иными словами, все те методы, чтобы они тютелька в тютельку отработали, то есть, смотрите, что же у нас еще происходит, оказывается, мы можем влиять на работу атрибутов, на курсах не рассказывали вам, вот, ребята, вот то в чем дело, не все так просто, поэтому две строки, как на большинстве ресурсов, вот это атрибуты, вот класс наследования, и все, а я у вас спрашиваю, а из чего эту логику будете строить, ну, хорошо, это глубоко, это тяжело, давайте тогда все-таки то, что я дальше, итак, смотрите, давайте рассуждать дальше, просто рассуждать, рассуждать, а рассуждать, вот над чем, сначала давайте мы сюда вот поставим с 932 вот это, то, что мы с вами уже допетрили, да, наставим на первое место, объекты класса поддерживают два вида операции, ссылка на атрибут создание экземпляра, и это все, мы видим, есть экземпляр, есть атрибут через точку, больше ничего не надо, но мы второе уже с вами зацепили, а уже получается разница все-таки, а как же работает разница между атрибутом, секунду, второе, давайте зададимся вопросом, разница между экземпляром и самим классом в применении атрибутов, а что там далеко ходить, давайте проверять, отработало, отработало, бац, что-то не то, смотрите, my класс F bound связанный метод function mine класс ребят, но это ну очевидно совершенно разные вещи, опять вопрос Денис, да, но тем не менее я только что Денис показал, что применение на примере Джанго этому есть все равно ладно пошлите дальше разбираться писать я к чему говорю что когда мы отталкиваемся от атрибута и начинаем смотреть да то у нас начинается процесс строительства со стороны строительства сегодня идем и ложим кирпич то есть замешали раствор взяли мастерок и погнали кладем то есть не ложим кладем кирпич да получается сам процесс да это нам и надо сам процесс сам процесс заполнения вот этого кода со стороны атрибута ну давайте дальше смотреть ну они ведь как-то называются как то называется а давайте ка мы это посмотрим опять же в документации опять же пойдем с документации сначала мы то что мы сейчас делали да myclass i и myclass f тоже являются допустимыми ссылками на атрибут возвращающими целое число и функциональный объект смотрите часто здесь вспоминается такая вещь то есть метод работает по это та же функция но с цель в пределах класса да то есть но называется как правило функциональный объект потому что работает по закону функции но это не функция и здесь мы себе что выделяем также является допустимым док а давайте ка проверим вот здесь мы начинается у нас вот как вы сели в автомобиль и начали строить и начал вырисовываться дом оказывается начинается понимание с чем-то работать а давайте посмотрим магические методы ну-ка проверим myclass док да мы получили это то что у нас было в комментарии класса извлекли теперь попробуем с экземпляром док тоже извлекли да магические методы то есть применения дальше у нас зарисовывается очень много интересного экземпляры экземпляры объектов только я сейчас это уже разъяснять не буду мы до этого должны еще дойти и там два типа операций а вы это знаете ребята в коде тивиде в коде тивиде видите в коде это ага навряд ли а значит у нас получается все-таки теперь надо разобраться а что такое сэльф да уже нам надо и все равно у нас остается куча вопросов и я бы мог здесь продолжить еще и еще но это будет в будущем дальше когда будем изучать и это я не отношу там к какому-то серьезному ООП это начальные знания которые необходимы без которых просто писать не будете и какая наша задача с Денисом в этом случае вывести на уровень чтения а что он сделал давайте смотреть что я ему написал вот что он написал добрый день бла-бла-бла-бла-бла что касается методов есть некие действия которые должны совершать этот экземпляр абсолютно верно Денис так что это за некие действия вот та та же проблема и большинство людей открываем код и смотрим абсолютно верно есть некие действия но когда мы с вами смотрели вот этот код крутой python то там эти некие действия начинали приобретать совершенно конкретные черты поэтому я и написал Денису ребята а теперь вдумайтесь самая большая ошибка подойти так а атрибут это понятно а ребята это и есть начало путаницы если если вы находясь на курсах прошли атрибуты там за один урок и сказали ну все понятно а дальше что а я вам показал что есть совершенно то что мы называем атрибутами появляются совершенно конкретные определения и действия которые вытекают очень даже логически из каждого понимания это трудно увидеть новичку и практически невозможно но если это не сделаешь что будет то есть мы должны понимать что перед нами сформулировать осознать формулируешь и видишь и понимаешь о чем речь и смотрите ведь сразу начинается и чтение кода и размышление кодом ведь я тогда могу размышлять если я понимаю действительно ведь разработчики джанго именно размышляли да потом додумались а если так сделать то что мы получим но ведь атрибуты и подход со стороны атрибутов это и есть строительный материал самого ООП если вы не заметили в нем есть определенный порядок смотрите теперь о порядке его нужно понимать часть сегодня мы с вами поняли по крайней мере вы для себя поняли следующие вещи то есть что я буду называть атрибутом как это происходит далее что объекты поддерживают а ну вот оно два вида операции ссылки на атрибут создание экземпляра это и есть уже полное конечное понимание и оно же является началом к тому что перед нами начинает открываться все совершенно точно как то же самое ехать в темноте на автомобиле когда дорога открывается новая и новая именно здесь имеется значение понимать видеть и потом только читать код читать то что мы с вами и делали ранее в этом взяли уровень что будем читать код и писать уже только после этого а что сначала сделал Денис начал с документации продолжил просто с методами правильно все что касается атрибутов и понимания да он все это выбрасывал это а это понятно в результате к чему он пришел а все мне достаточно метода вот инис буду работать а как оно там будет а тут упустил из виду это нормально для человека который изучает первый язык это нормально но это и есть глобальная ошибка то есть что сделал Денис перескочил сразу же к концу вот буду писать видеть понимать читать я это упускаю порядок и я думаю что на этом этапе мы уже начинаем исправлять ситуацию то есть все таки нам к тому чтобы читать код надо подойти правильно как видите и Денис и ребята школы и ребята которые смотрят смотрят то есть на самом деле я перед вами оголил еще больше вопросов чем вы думали но самое главное вы увидели что здесь есть жизнь что здесь открываются совершенно иные горизонты что это тот подход который как раз таки и занимается тем что мы вы мы они все программисты которые мечтают программировать хотя же именно писать вот этот вот эту самую кость кода да но откуда это все начать они не понимают поэтому Денис сейчас вам опять тоже задание не бойтесь где-то повторить меня не бойтесь где-то найти что-то новое опять я вам задаю вопрос что такое атрибут просто сядьте и спокойно пропишите еще раз но я бы хотел здесь уже увидеть немножко больше конкретики в чем замысел я хочу чтобы вы именно увидели и показали что вы увидели что начиная с атрибута перед нами естественным образом начинают открываться определенные операции то есть как только мы поменяли угол зрения при этом в голове держим что мы держим мы хотим вот это вот мясо да вот эти кости писать да но здесь везде точки 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 это все есть атрибуты по выведенному нами соглашению но тем не менее мы видим здесь очень много и допустим и get аттт get атрибут z атрибут has атрибут и так далее если мы берем то что мы знакомы знакомы с тога да то что мы изучали windows set то здесь мы тоже видим много вещей но все они опять же с точкой здесь попроще код но стиль тот же потому что и там и там участвуют одни и те же люди практически вернее неправильно сказал там раз локейт маги участвуют джонго разработчики не знаю все участвуют это не имею там на сайте надо смотреть но Денис а теперь смотрите да мы смотрели но ведь смотрите давайте я открою да открою сейчас код который я хочу чтобы вы уже сейчас взглянули на это который мы писали по этим урокам тога от windows и допустим допустим этот код а по моему писали так стало то то есть мы писали окно одно одно там было перемести создать окно где нельзя изменить размер просто самое простое а теперь внимательно взгляните взгляните со стороны того чего я вам раньше чего учил а чтоб другим ребятам было понятно я это называю полуфабрикат это не паттерн не шаблон а вот смотрите Денис вот в этих уроках которые мы изучали крутой пайтон мы как раз с этим разбирались ребят посмотрите так уже добавление окна идет как атрибута от ап ведь не может быть без основного окна нового окна но это вполне логично то есть уже начинает вкладываться в обычную нормальную логику совершенно не может быть вот этого нового окна без основного окна программы но вопрос в том что это делается как атрибут а теперь смотрите плюс равно ведь мы с вами рассматривали метод и акт сложение на месте в данном случае сейчас я проговорю это то что надо да в данном случае вот эти строчки ап windows вот оно окно да плюс равно ранее мы написали переменную переменную которые присвоили определенные значения вывод записи лейбл не изменять окно дальше нон ресайз виндов нон ресайз виндов вот оно и показать да в данном случае смотрите если взглянуть со стороны атрибутов и подумать об этом как о полуфабрикате то мы имеем следующее четкое завершенный полуфабрикат что применение метода и ад присваивает левому операнту значение иными словами вот это значение не изменять размер присваивается левому операнту от виндовс и в результате мы получаем окно и при создании самого окна вот этот левый оперант и выводит эту запись но это уже что это уже полуфабрикат как мы ранее говорили полуфабрикат то есть мы четко понимаем если у нас есть надо будет что-то добавить или удалить при помощи множества и сделать так чтобы присваивались вот эти вот значения да в данном случае окну то мы можем использовать тот конкретный метод и ад но ведь чтобы все произошло то что нам нужно опять же идет все через атрибуты сейчас я не прошу чтобы прямо до конца поняли особенно те кто первый раз смотрит эти уроки посмотрите поймете да в чем суть заканчиваем вывод что на самом деле если подойти без системно то атрибуты это сложно если подойти системно ведь все что я рассказывал да то что уже давал пояснение оно ведь довольно просто когда вытекает из того что мы видим но и у меня была еще цель поставить перед вами еще большую кучу вопросов что в принципе было понятно а я то еще совсем мало знаю действительно а что я знаю о этих атрибутах то а подхожу ли я с этой стороны и теперь практическое кроме этого применения откроем тоже джанго ведь опять вернемся к тому же request response опять же почитаем вот эти атрибуты и потихонечку у нас начинается изменение отношения к документации и чтения если раньше мы говорили что наше дело научиться читать методы да то есть когда вы нажимали денис на функции мы например открывали shortcast брали известную функцию get object tor 404 в данном случае и что мы основная задача была правильно прочитать то что в скобках то есть обязательный позиционный параметр класс дальше любые позиционные любые именованные то есть и не буду развивать предыдущих видео об этом говорили то дальше начинает перед нами уже открываться документация еще в другом свете еще в другом свете в свете атрибутов так что Денис опять я повторяю свое задание оно у вас остается мы сейчас будем просто глубже и глубже опускаться так вот остается задание тоже что такое атрибут используйте это видео используйте сайт Python я вам рекомендую еще найти PEP по атрибутам атрибут атрибут с PEP наберите там еще кое-что узнаете но я бы хотел от вас увидеть уже другое описание которое бы вам говорило хотя бы начальные шаги которые мы выводили с вашими выводами я бы хотел чтобы вы увидели что подойдя к атрибутам вы для себя открываете иной мир и в результате не сейчас конечно чуть попозже мы в конце концов доберемся до того а вот до этих всех строительных кирпичиков вот тут я еще хотел дописать не дописал а здесь же еще начинается что с атрибутами правильно наконец-то при классах мы добираемся до чего применение методов типов данных наконец-то мы полноценно это третий этап изучения типов данных три этапа три этапа мы говорили ранее но придется чуть-чуть остановиться вот как делают на большинстве курсов прошли бла-бла-бла строки там списки все и забыли и дальше что-то работаем функции пропустили а потом ребята удивляемся а писать то не получается а теперь он вовсыновский говорит вот если вы пришли на курсы вам говорят ребята мы с вами типы данных будем изучать три этапа вот сейчас мы с вами познакомимся только по сути дела ну что там написали вот где наш код написали вот это число да вот строка кавычки это строка и все преподаватель должен четко понимать что новичок туго переваривает вообще зачем эти типы данных во вторых он сто процентов сейчас строку эту со словом будет ассоциировать а в третьих как она работает он не будет знать он будет тупо в голове перебирать что правильно он будет тупо так 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 а что ж там делают списки а потом будет думать а что ж кортежи вообще что это такое ой бля извините бред потому что не время нам по сути дела на первом этапе достаточно той же строки и числа для того чтобы пойти дальше как мы в школе делаем мы сразу переходим к функциям потому что if else try except это все можно изучать в любом порядке в любое время и вот тут я говорю ребята тем кто еще сомневается надо ли приходить в школу да кстати spb-retout.ru извиняюсь морда скоро поменяется с сайта поэтому ориентируйтесь по ссылкам ссылки не думаю что поменяются а вот ребята это очень важный момент вы знаете сколько времени но месяца два и Денис занимался функциями потом я увидел вот такую фразу ну во первых первая была та фраза когда но сам факт что само написание не тупое гугление то есть он начал писать когда разобрался с функциями в общем-то я проговорил не нашел того сообщения где он писал везде что-то передается передача параметров оказалась той базой то есть работа с параметрами потом если Денис вспомнил то я дал итерации месяц итерации копал ребята а вы сколько итерации копали знаете о них что-нибудь кроме общих знаний думаю у большинства ничего нет так вот когда мы подходим к классам у нас должны функции уже отлетать и ребята итерации тоже отлетать и вот почему я возвращаюсь к типам данных потому что второй этап изучения типов данных идет когда мы разобрались с функциями уже более продвинуто но у нас все равно в данный момент может наблюдаться абсолютная мешанина да мы уже работаем с функцией мы начинаем писать мы понимаем что мы уже пишем у нас работает логика мы много видим мы работаем с документацией но кое-что еще не хватает вот тут мы должны добавить итерации и добавить итерации на очень серьезном уровне и вот это мы с Денисом сделали да что он завыл тогда так ну в общем-то грубо говоря все кричит уже не прилипает а нет прилипает потому что он начал уже не зная толком классы работать с джанго то есть копать нутро джанго как правило я зачастую новичкам даю файл тут тога описать кто что описывает не надо пугаться изучил переменные все должно быть потихоньку увидеть переменные и так далее и он начал описывать джанго да то есть нашел что вьюха прародитель и пошли дальше но тем не менее прилипают итерации итерируется на вход словарь применяется метод items вот она пошла да слышите вот это вот профессиональная жилочка пошла но это еще не все ребят смотрите дальше не буду показывать так вот ковырял 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 а вопрос зачем а потому что есть третий третий этап освоения типов данных потому что туда мы все складываем при прохождении классов и выглядит он именно так давайте посмотрим и вот так просто логически подумаем допустим класс док да self name и сразу себе отмечаем то есть Денис смотрите мы считаем что мы заходим со стороны сейчас вот атрибутов то есть уже видишь атрибуты да правильно неправильно видишь да я немножко тут напортачил сразу начал писать сделаю так и пишем да отлично отлично нет сделаем по-другому как там сделаем и вот и вот третий этап освоения освоения методов то есть освоение типов данных уже заключается в том что мы начинаем понимая Денис ловите ловите сейчас важный момент мы знаем что такое атрибуты поворачиваемся со стороны атрибутов но уже тогда подключаем методы методы то есть Давайте возьмем немножко не то. Вот мы множество методов. Методы, да, начинаем изучать методы, да, списков и так далее. Ну, я сейчас не... Ну, что мы делаем? Правильно. В данном случае наше все рассуждение переводится с угла зрения атрибута, который мы с вами сейчас проходим. То есть мы уже методы пишем, рассуждая о чем? Со стороны атрибута. При этом давайте подмечать. С функциями у нас полный порядок. То есть чтение параметров, раз, вызов функции и исключение. Три вещи для нас уже это профессионально, да. Ребята, а у вас с этим порядок? Тогда плохо, если не порядок. А вот тут, смотрите, при работе с атрибутами, помните, я сказал self. А тут оказывается, то self мы можем напрямую использовать. Правильно? Но уже, получается, у нас сливаются несколько вещей. Ну, во-первых, self мы с вами выделили, разберетесь, да. Я видел, что вы описывали. Видел это я, Денис, что вы писали довольно правильно. Но я бы хотел, чтобы вы теперь посмотрели с стороны атрибутов, да. Значит, тут у нас со стороны атрибутов, если посмотреть, подмешивается что? Параметры, да. Мы же взяли обязательный позиционный параметр, да. И мы уже начинаем что? Как атрибут мы понимаем, что это можно использовать методы списков. В данном случае метод добавления. Пусть это будет добавление. Стоп. Мы кое-что не то сделали. Вот нам надо было здесь взять вот этот вот словарик. Tricks. Apping. А уже метод. Trick. И все нормально. Давайте посмотрим, где мы там что сделали. Экземпляр берем. Собачка. Сида. А теперь попробуем реализовать то, что мы добавляли. Экземпляр берем наш. А, с исключением все нормально. А если не нормально, то есть почему мы ввели? Ага. Правильно. Правильное исключение или нет? Правильное. Я бы хотел, Денис, в сельф от вас услышать следующее объяснение. Да все-таки, а почему же, если вот это мы убрали, да? Да, я знаю, что вы знаете, но я все равно вам задам этот провокационный вопрос. Вот это убираем. Пусть будет так. Теперь, делаем то же самое. Это вам тоже в домашку. Так. Name is not definite. Ну, хорошо. Пусть это будет пока строкой, мы исправим. Да, нам не это сейчас главное. Вот так. И вот так. И вот так. Я бы хотел услышать от вас. В данном случае у нас есть два параметра. Self и Name. При этом один надо было добавить, обязательно передать на вход аргумент. А в данном случае тоже есть один параметр, да? Но исключения нет. Я знаю, что вы знаете. Но все равно подумайте. Так. И дальше мы попробуем уже взять, использовать инзекпляр. Так. И выведем. Уже что делаем? Используем атрибуты, да? А попробуем вот так. Сам список, да? Вот этот вот. Сможем его получить? Попробуем. Ок. Ну, это просто. Это понятно. Дело в другом. На этом этапе мы как раз таки что делаем? Работая с атрибутами, мы уже смотрим на мета... На типы данных, что у них есть методы, но мы смотрим на эти методы, как на атрибуты. И вот теперь еще формулируйте. А что же такое атрибуты? Я хочу, чтобы вы еще в одном вопросе разобрались. Это методы. А мы еще с вами свойства смотрели, да? Смотрите, сколько путаниц. И тут появляется просто. Но теперь для других ребят, чтобы вы понимали, что до этого Денис, что прошел? Итерации. Правильно. Больше чем месяц итерации. Я возвращаюсь назад. Сложил уже многое в голове. Тут все написано про итерации, но я сейчас ищу не итерации. А зачем он прошел итерации? А вот, ребята, зачем? Потому что такие типы данных, как список, строка, кортеж, это последовательности. И вот мы видим итерейбл. Оказывается, без итерации вообще ничего, ни в одном языке не происходит. Поэтому лучше их знать хорошо. Что получается? Вот после этого именно, ему не надо уже даже документацию заглядывать. Он понял, что последовательность имеет определенные свойства, а эти свойства как раз и имеют все остальные типы данных. Видите, как просто. А единственное, зачем ему надо было заглядывать, то же самое, только глянуть методы, которые есть в определенном типе данных. Но вопрос с атрибутами начинает это все решать. Вот он и так, когда мы ставим на место методы на самом деле типов данных на высоком уровне. Смотрите, сколько я показал вам работы с атрибутами. Денис, третий раз формулирую одно и то же домашнее задание. Пока хватит на сегодня. Сильно и так перегруженная информация это домашнее задание, но, тем не менее, оно, думаю, полезно не только для новичков, но и для тех, которые уже пишут код, но просто понимают, а это все ребята понимают, что с атрибутами я не использую все на 100%. Это каждый программист понимает, если он не подходил вот именно с этого угла зрения. И вы это уловили, да? Совсем другая картинка-то получается. Денис, рассказывайте опять план по атрибутам с выколотками своими, но я бы хотел именно увидеть то, что вы начали видеть немножко больше стороны атрибутов, что бы мы могли делать. Мы должны шаг за шагом приближаться вот к этим всем разным операциям, как ранее мы с вами рассматривали, чтобы они, все эти операции, превращались в полуфабрикаты. Как в этом видео, да, что как используется, можно применять там, там, там. Приходим в школу, кто хочет работать. Есть еще Deap, блокчейн. Потихоньку я его введу, скоро буду уделять больше ему времени. И еще что-то хотел сказать. А вот что хотел сказать. Теперь, ребята, вы, наверное, увидели, что если выбрать подход, когда мы просто по шапкам проносимся по объектно-ориентированному программированию, да, иными словами, ну, вот это на исследование, ну, вот это то, ну, вот это то, и мы остаемся ни с чем. Час, большая часть людей потом приходит и говорит, я знаю метод ИНИК, больше ничего не знаю и не умею применять, не знаю зачем. И заметьте, многие из вас, которые сегодня смотрят, я думаю, именно находятся в таком положении. Да, знаю ИНИК, да, знаю примерно классы, и все. А что дальше? Как раз это занятие вам открыло глаза. Поэтому, что происходит с вами в данный момент? Ребят, это ж я дурак. Я дурак. Ну что ж, 15 лет, я, конечно, давно до этого дошел, но все же это на шкуре на своей, поэтому это я рассказываю про себя. Потом начинается что? Метод научного тыка. Через несколько лет что происходит? Правильно. Когда читаешь потом, вот программисты пишут, ребята, 15-20 лет программирования пишут, а мне кажется, что я атрибуты не полностью то использую. И много таких сообщений. А потому, что даже через столько лет путают, путают, а что принадлежит экземпляру, а что классу, а в чем разница? Да, эти ребята, конечно, по исключениям быстро ориентируются, но вот это было упущено. А зачем? Ну, так, примерно вспомнить, в 2008-м начал, в 2015-м понял, да, эти вещи. Сколько лет? 8, 9, 10, ну, примерно, лет 7, да, 7, там, 8. А теперь становимся на место Дениса. А он это прекрасно сегодня изучает. Понятно, что открывается совершенно иной взгляд. Вот это тогда, куда он хотел там съехать, да? Начал с документации, просто мета выборочно потыкал, 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 и все. А мы возвращаем, Денис, а вот ты так посмотри. Не это. Ну, и ребята, которые новые, тоже узнали, как начать работать с классами, да, в данном направлении. Есть еще один подход, который начинается с сельфа. И тот, и тот правильный. Ну, что ж, поздравляю с началом. Информации много, знаю, ребят. Но, еще раз, подумайте, когда я вел это занятие, и мы разбирали, ведь все было понятно, да? да, самое правильное будет для многих, еще раз посмотреть, и все просто проделать, но не так проделать. Да, вот я писал, а вы больше пишите. Пишите, вот когда вот этот урок идет, и потом делайте, пишите свои выводы, да, написали. картинка еще по-другому запорхает. Ну, и что ж, приходите в школу, будем постигать уже более профессиональные вещи. И отнеситесь, пожалуйста, серьезно к тем вещам, которые я говорил. Ведь, почему у Дениса многое получается? А, ну вот. Впереди ООП. Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду. Везде что-то передается. А вот, когда он начал писать, ощущение такое, ранее у него было, да, что смотрел сериал, из тысячи серий, но никак не мог найти первую серию. Здесь есть важный момент какой-то, где это я видел. А, ну вот это он и есть. А потом все собралось в голове, и потом я вам читал, да, когда тот произошел момент, когда начало липнуть в голове, и код пошел с головы, а не с гугл. Это происходит со всеми, ребята. А что мы сделали? Да функции поставили на место. Всего лишь. А он столько уже нарыл был, а это потом получилось куда прицепить. То есть знания не были утеряны, на самом деле. И теперь вот, Денис, у вас должно быть какое ощущение? Что все то же самое, но на самом деле, как в первый раз, вот вы видите это, да, абсолютно немножко, да, вроде знаем, но когда копнули, открывается абсолютно другая картинка. Это и есть богатство, да, это и есть годы, которые будут сэкономлены. Это и есть подход со стороны атрибутов, которые не даст упустить. И вот эти все моменты, работа с атрибутами, дальше, разница между атрибутом, классом, пространством, все это теперь выстроится правильно. Это не будет упущено. Вот в этом и заключается самое главное. Но я повторяю свою главную фразу, которую говорю всегда. И на этом закончу. Язык нельзя выучить, когда не получается, только по одной причине. НЕ ВЕРНЫЙ ПОДХОД. Большинство людей подход такой, либо читаем книги, либо проходим какие-то курсы, где идет все по порядку. В результате до сюда, до половины дошли, все, что было, забыли, а в голове ничего не осталось. В школе Буфсановского выбираются вещи, конструкции, такие, как функции. И вы сейчас видели в классах, допустим, мы пошли от атрибутов, которые являются ключевыми. А потом уже изучаются другие вещи, которые, по сути, изучить можно абсолютно любое время. Но они являются логическим продолжением. Кто не знает, как найти мой канал, тут, кстати, ребята, очень много старых видео, поэтому пишут там, да, но я писал видео еще и там, и в тринадцатом году, но тогда я не понимал, но они все эти видео здесь. Поэтому надо искать то, что говорю. Допустим, питон профессиональный, это то, что этих годов. Собака Бов. Вот. YouTube. Коп. Собака Бов. И найдете мой канал. Здесь допишем еще две вещи, обязательно, прежде чем закончить. Что мы... Исходный код. И девять. Это только начало, да, работа в документации. Все это входит. Еще одно слово, очень важное, потому что, как-то попала статья, не пойду ее искать, где ребята рассуждали, когда они станут программистами. Вот там человек спрашивал, когда вы станете настоящим программистом. Ребята перечислили совершенно разные причины, пустые, будем говорить так, которые соответствовали их этапу развития. Ну, кто-то говорил, вот когда я там разберусь, сис, сиф, элс. Кто-то говорил, когда я начну давать советы. Кто-то говорил там разное, а внизу автор тоже совершенно ни хрена не понимая программирую, о, у нас растет молодежь. Да, растет прекрасная молодежь, ребята, прекрасная. Только надо для того, чтобы стать программистом, хотя бы возьмите то, что есть работа программиста. Работа программиста обязательно должна включать. Это работа с документацией, работа с исходным кодом. По крайней мере, это себе внесите, то, что происходит у Бовсуновского в школе. Потому что, пока вы учитесь там по книгам, без исходного кода, то как вы увидите этот крутой код? Как вы будете его понимать? Да надо сразу браться за крутой код и потихонечку уже расти под него. Поэтому документацию исходный код это часть работы программиста. Ее не надо выбрасывать. А if, else там, писать продукты и так далее, вы и так будете. И не получится, может, еще раз повторяю эту фразу, стать программистом только по одной причине. Если неверный подход. Как вы видите, подход может быть и другой. Итак, ну, Денис, домашнее задание понял, это прекрасно. spb-tut.ru Приходите, учитесь, все получится. Спасибо за доверие. Понравилось? Ставьте лайк. И порекомендуйте видео. Возможно, кого-то, у кого-то пробьется. То есть, глаза откроются.